Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее продолжение прохождения замечательной карты, которая называется ТОП 10 ТАНЬ в Майнкрафте, о которых нам никогда не говорили. Это финальная часть, где сегодня мы узнаем, чем это всё закончится, поэтому, ребята, оставайтесь со мной до конца этого видео и посмотрим, что же тут такого произойдёт. Но перед этим, ребята, как обычно, не забываем ставить лайки. Чем быстрее мы с вами сможем набрать 1500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Ребята, не поленитесь, каждый из вас, если поставить лайк, то мы сможем набрать 1500 лайков за пару часов, и сразу же через эти пару часов выйдет новая серия. Да, ребята, также не забываем подписываться на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, поэтому, ребята, я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью. Всё, что вам нужно, это потратить на меня всего лишь 2 секунды. Одну на подписку, одну на лайк. За эти 2 секунды я для вас выпущу новую серию как можно быстрее, скажу вам большующее спасибо. Ребята, мы больше не будем тянуть, и мы сразу же будем приступать к самому видео. Ну что, ребята, вот и наша серия, всем добро пожаловать. Мы будем продолжать разгадывать тайны, которые нам преподнесла эта карта. И что именно нам нужно сделать сейчас в этой небольшой комнате. Используя вот эти все предметы, в данный момент нам нужно скрафтить компас. То есть в этой комнате есть необходимые предметы, чтобы его создать. И мы, в принципе, сейчас будем разгадывать, как это всё сделать. Ну что, ребята, в первую очередь давайте мы проверим, что у нас спрячется в этих сундуках. Потому что это самое важное, что мы можем найти на этой карте. Давайте посмотрим, ребята. Как обычно, у нас есть сет железной брони, которая сможет нам помочь выжить. У нас есть меч зачаренный, если я полагаю нормально, где-то на 500. Это римская цифра, вроде С это 500. Поэтому, ребята, меч зачаренный на добычу 500. То есть офигеть как круто. Вот просто-напросто вам пример. Мы убиваем одну свинку, и нам выпадает 15 мяса с одной свинки. Офигеть. Также у нас есть одно яблочко. Также у нас есть призыв молнии. О да, ребята. И также у нас есть зелья слабости. Давайте мы немного подумаем. Призыв молнии нам нужен для того, чтобы наверняка превратить свинок в пигмена. Потому что кто не знал, ребята... Ребята, кто не знал, если в свиню попадает молния, то значит вы можете превратить свиню в пигмена. И смотрите, что мы добыли. 5 золота. Офигеть. Офигеть, сколько мы добыли. Ладно, давайте продолжим. Нам нужно раскопать вот эти залежи камня. Булыжника. Ну, в принципе, сейчас он им станет. Потому что, как обычно вы знаете, если вы смотрели предыдущую часть, то тут всегда что-то скрывается. И как вы видите, я был прав. Потому что что у нас тут скрывается? Спаун зомби. Но не обычных зомби, а зомби-жителей. Если предположить то, что нам нужно скрафтить компас. Компас скрафтится вроде 4 железа, если я хорошо помню. И посередине Red Stone. Давайте предположим, ребята. Если это у нас зомби-житель, то мы сможем превратить зомби-жителя в обычного жителя. Если мы наложим на него какое-то заклятие. А точнее, дадим ему вот это зелье слабостей. И дадим ему золотое яблоко. Кто не знал. И так же мы можем превратить обычного жителя в ведьму, ударив жителя молнией. Вот наша молния. Я надеюсь, что она не кончилась. Нет, тут куча молний. Вот так, ребята. Вы можете превратить жителя в ведьму. А с ведьмы, как мы знаем, выпадает и железо, и Red Stone. Поэтому, ребята. Я, в принципе, догадываюсь, что нам нужно сделать. В первую очередь, нам, наверное, нужно тут построить... А ну, уйди, свинка, уйди, свинка. Нам нужно тут построить тёмное помещение. Потому что, как вы знаете, монстры у нас спавнятся только в темноте. Поэтому, ребята, нам нужно тут построить что-то, что-то очень тёмное. И, в принципе, этим я сейчас и займусь. Ну, ладно, иди сюда. Иди, да, иди туда, иди туда. Молодец. Сейчас тебя там зомби просто-напросто сожрут. А, всё, передумала? Передумала? Ну, давай, вылезай. Давай, жирная жопа. Вот так. А знаете что? Давайте я не буду тратить булыжник, потому что он может нам пригодиться, допустим, на... Хотя, в принципе, на печку он нам вряд ли сможет пригодиться. Но всё же, ребята, давайте мы просто-напросто его не будем тратить. А давайте я быстренько скопаю вот эту всю землю. Главное, не вскапывать землю под спавнером свинюшек. Потому что, если вы не знали, мирные животные спавнятся только на блоке земли. Именно вот этой земли, не грязи. Именно земли. Поэтому, ребята, если бы я уничтожил вот эти все блоки под спавнером, то свинюшки больше бы у нас не спавнились. Это было бы очень печально. Поэтому, ребята, хорошо то, что я это вспомнил. Ну, в принципе, всё, ребята, мы закончили. И кто-то да там уже появился. Да! Появились первые зомбаки. Вот они, ребята. В принципе, один нам нужен. Один нам нужен. Поэтому, знаете что? Давайте это сюда поставим. Вот сюда. Это сюда. И это вот сюда. Сейчас нам нужно ещё один-два блока земли. Замечательно. И знаете что? Давайте вот это скопаем. Вот так, замечательно. Иди сюда. Подойди. Вот. Нет, не нужно гореть. Не нужно гореть. Не-не-не-не-не. Не думай даже гореть. Не нужно. Пожалуйста. Прекрати. Прекрати Сейчас, 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 ребята Сейчас, сейчас мы это все порешаем Сейчас, это сюда и это сюда Замечательно, вот тут у нас есть житель Ааа, в принципе, знаете что? Знаете что? Вот так, сюда и сюда Вот так, тут у нас есть житель Уйди, да, вашу поросятину Уйдите, вы уже заразы мелкие, а Рубаны нафиг набежали вот тут Замечательно Это я его убил или кто его убил? Твою мать, а Ну ладно, потому что тут у нас есть железо А железо, если честно, очень нам пригодится Поэтому, ребята, это даже круто Давайте, знаете что? Давайте тогда в первую очередь Добудем много железа Ну как много? Нам нужно только 4 кусочка Там есть уже Один кусочек Поэтому, ну в принципе, нам еще немного тут нужно будет Попариться и когда я добуду Поросятины, вы меня заколебали Честное слово Как бы мне их нафиг тут путем преградить Чтобы они просто-напросто не могли сюда залезать Как-то они запарили Просто запарили уже, а? Ооо, как я много добыл И остался последний Кусочек железа Давайте будем надеяться, что он выпадет Именно с этого зомби Пожалуйста, зомбарь Нам нужно всего лишь еще один кусочек Да! Прям как знал Прям как знал Замечательно Что нам нужно дальше? Сейчас нам нужно Сейчас нам нужно еще один раз Заманить зомби в нашу ловушку Вот так, ребята, я справился Он тут находится И, в принципе, он, мне кажется, больше никуда не сможет убежать Даже вот так сделаем Замечательно! Что нам сейчас нужно? В данный момент нам нужно скрафтить золотое яблоко Которое, в принципе, все, наверное, знают, как крафтиться Вот так, вот так и вот так Замечательно! Мы уже его можем скрафтить Вот так и посередине золотое яблоко Замечательно! Сейчас мы кидаем зелье слабости И даем ему золотое яблоко И зомби превращается в жителя Мы можем с ним потрейдить Но, в принципе, в этом нету никакого смысла Сейчас мы берем призыв молнии И шандарахнем ею в зомби Тем самым мы его сейчас убьем Точнее уже не его, а точнее уже ведьму Из ведьмы нам выпадет редстоун Который нам, в принципе, был и нужен Сейчас мы ставим редстоун по центру Один, два, три, четыре И мы прошли пятый уровень Сейчас у нас будет шестой уровень И что нам нужно сделать? Нам опять нужно высушить котел Мы это уже проходили, но все же это еще один уровень Давайте подумаем Ну, в принципе, если логически рассуждать Мы сейчас добудем дерево Добудем камень Добудем железо Сделаем ведро И обычным способом высушим котел То есть в этом нету ничего сложного Добываем дерево Делаем верстачок себе Вот так Ставим его вот сюда Делаем деревянную кирочку Вот так Замечательно Сейчас себе быстренько сделаем каменную кирочку Это много времени не займет Вот так Вот так Добываем Железо Мне кажется, это очень какой-то простой уровень Допустим, железо Да То есть в этом, в принципе, ничего сложного нету Делаем ведро Вот так И высушаем Так, ладно Ладно Этот способ у нас не работает То есть, как вы видите Почему-то с помощью ведра Мы не можем высушить котел Даже я сейчас Вот Стою на шифте Становлюсь на шифт И я не могу высушить котел То есть Я ничего не могу с ним сделать И нам нельзя ломать котел То есть, в правилах Нам запрещено его ломать Нужно что-то другое придумать Что и кто мне подсказал? То, что мы можем скрафтить зажигалку и поджечь котел Или, как бы сказать, поджечь себя и потушить себя в котле Я не знаю, правда ли это или нет, но мне подсказали такой вариант Давайте припустим то, что это правда Мы создаем себе зажигалочку Как видели, мы добыли железо И также тут была куча гравия Вот я так стоял, вот так стоял и добывал Пока мне не выпал кремень В принципе, я не скажу то, что это было очень долго Но все же он мне выпал Замечательно, это можно уже выкинуть И котел поджечь мы 100% Мне показалось, ребята, вот честно Может у меня глюки или мне показалось то, что вода немного уменьшилась Или мне все-таки показалось Мне кажется, да, все-таки показалось Не знаю Ну ладно, давайте, ребята, попробуем Мы поджигаем себя И прыгаем в котел Да! Потушился! Потушился! Что за бред? Честно, я бы никогда не предположил То, что если ты горишь, ты можешь прыгнуть в котел Ладно, ты 100% можешь потушиться Потому что ты горишь, ты прыгаешь в воду Но почему в котле убавляется вода? То есть, ты себя тушишь Ты обливаешься водой Почему она убавляется? Почему она исчезает? В чем логика? Я это не знал Вот честно, ребята, вот напишите в комментариях Вот прямо сейчас зайдите в комментарии Напишите, знали ли вы это или нет Честно скажу вам, я не знал Я не знал Но у нас очередной уровень И нам опять нужно высушить котел Вы издеваетесь Походу у автора с котлом какие-то там передряги Потому что много все-таки уровней в этой карте Связанных с котлом Что нам нужно сделать? Высушить Ну, твою мать Ладно, тут у нас есть чаровалка Тут у нас есть наковальня Тут у нас есть... Ух ты, нифига себе Куры Нафиг Ладно Тут у нас есть куча всяких книжечек Ла-ла-ложка там ферму кур разводит или что Я не знаю Прямо они бесят меня своим А где они вообще? Они тут наверху? Твою за ногу Да, они вот тут наверху Так, давайте предположим Нам, в принципе Нам опять, наверное, нужно будет себе поджечь Как я понимаю Поджечь Только как это сделать? Куры Куры и гравий То есть у нас есть уже возможность скрафтить стрелы Нам еще нужно дерево Но, в принципе, это не факт Вот, допустим, сейчас мы ломаем вот тут горшок Замечательно Тут у нас есть вот это Ставим и ждем Вот, когда у нас вырастает дерево Тут все на максимуме То есть максимальная скорость Продвижения То есть максимальная скорость растения То есть вот эти все штуки Как бы это, ребята, сказать? То есть вы знаете, что такое Тикрейт в Майнкрафте? Например, если вы его повышите То пшеница будет расти Не там, фиг его знает Час-два А будет расти полсекунды И вот, ребята, тут такая фишка То, что все тут намного вырастает То, что все вырастает намного быстрее Ну ладно Как вы меня заколебали Куры 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 Ребята Сейчас придет тот, кто просто-напросто обожает кур И накажет меня Прям накажет меня по-сильному Но все же перья нам нужны Если честно, они меня заколебали Я не представляю, как можно любить кур Кто на них вообще молится? Потому что они бесячие Когда их много, они реально бесят Вот так, замечательно У нас есть 13 перьев Сейчас нам нужно кремень Для того, чтобы скрафтить стрелы Я надеюсь, что они нам нужны Потому что, вот смотрите, что я тут заметил Вот, фаер аспект Нет, не фаер аспект, а флейм, да? Флейм, флейм Вот, флейм один То есть, если мы сможем скрафтить лук Значит, мы сможем его зачарить на флейм один Тем самым, стрелять прямо в себя И поджечь себя И опять высушить вот этот котел То есть, ну, мне кажется Ничего в этом такого сложного нет То есть, очередной такой же уровень Что нам встретился в предыдущем В предыдущем уровне То есть, мне кажется Или в автора Просто-напросто закончились фантазии Почему-то у меня есть вот такое ощущение Ну, ладно, ребята Давайте я вернусь тогда Когда я смогу добыть кремни Потому что, фиг его знает Когда это будет Может, через секунду А может, через пять минут Ну, это было Это была пауза Но все же Между паузами Точнее, между продолжением видео Прошло около двух секунд Поэтому кремни Выпал, в принципе, очень даже быстро Ладно, что нам сейчас нужно? О! Я случайно сюда зашел И нашел восемь алмазов А они нам нужны То есть Давайте, знаете что? Давайте помолимся ночью Или Херобрину Или, не знаю, богу Майнкрафта И дадим ему один алмазик Может, алмазик нам поможет Высушить воду? Пожалуйста Пожалуйста Алмазик Помоги нам Высушить воду В этом котле Потому что котлы Меня уже, если честно Прохождение этой карты Уже офигеть Как заколебали Я не знаю почему Но все же Что тут у нас есть внизу? Ааа Точно! Точно! Нам же нужно сделать В первую очередь Нам нужно сделать Меч Зачем меч? И зачем палочки? То есть палочки для того Чтобы сделать Конечно же Лук А зачем нам нужен Меч Ребята Кто догадался Зачем нам нужен Меч Вот прям Кто догадался Тот молодец Потому что Чтобы сделать Лук Нам нужно Добыть нити А нити Добываются С паутины А чтобы сломать Паутину Нам нужно Сделать меч Конечно же Ребята Все очень просто Добываем И шуруем отсюда Открываем двери И бежим На первый этаж Или что это такое И делаем себе Конечно же Лук Замечательно Сейчас нам нужно Сделать стрелы Стрелы делаются Вот так Четыре стрелы Хватит Четыре стрелы Наверное Все таки хватит Если мы ни разу Не промахнемся Сейчас мы Ребята Спускаемся Вот так Замечательно И делаем себе Лук Точнее Не делаем Потому что Лук мы уже сделали А чарим Лук На флейм Один Замечательно Сейчас мы Бежим на первый Этаж Или что это такое Я не знаю Лужайка какая-то Нужно Стрельнуть В небо Вот Так Поджигаем себя И опять прыгаем В котел Получится Получится Ай Да попади ты А почему я не могу Попасть в котел То есть только Из-за этого Я могу прокакать Вот А почему я не мог Попасть в него Бред какой-то Замечательно Да Запрыг Вот Потушился Жирная Жопенция Не может попасть В такой Большущий Толстячий Котел Давай 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 Он же Шириной Большой Вот Замечательно Вот такой Широкий Котел А жирная Жопа Все-таки Не может В него Попасть Во Да Прошли Фух Это последний Уровень Как я понимаю Я почему-то читал Там было Ни хрена себе Я читал Там было 10 уровней Но почему-то В этой карте Есть только 8 Хоть разработчик Писал то что Тут есть 10 Я не представляю Может он Ребята Готовит к продолжению Поэтому если хотите Продолжение Чтобы мы еще Допрошли 2 финальных Или даже больше уровней Фиг его знает Сколько еще будет Бонусов В этой карте Ребята Пишите в комментарии Что самое главное Ставьте лайки Потому что мне нужно знать Хотите ли вы новую серию Вы можете ребята Тем самым доказать Просто-напросто поставить лайк Мне действительно будет Очень сильно приятно Ну что ребята Что нам нужно сделать Я это уже сломал Не знаю зачем Но что нам нужно сделать А так 8 уровень Создать Фейерверк Показать Ух ты Фейерверки Я Никогда В жизни Не создавал Фейерверк Может там Какой-то простенький Но Не знаю Я тут вижу Нам нужно Какая-то башка Чтобы просто-напросто Добавить фейерверк Нам нужно Белый какой-то Шейпед вайт Ага И также нам нужно Краситель Потому что Фейтусян Или как это называется Криперша Так ладно Давайте исследуем Что у нас тут есть Для фейерверка Нам 100% Понадобится бумага Поэтому мы можем Это уже Вот тут посадить И просто-напросто Ждать пока это вырастет Ну Много времени Если честно Не пройдет Чтобы это все выросло Вот Так Замечательно В принципе Мне кажется еще нужно Потому что Все-таки бумаги Но я не скажу То что много понадобится Но все же Чем больше Тем конечно же Лучше Что у нас тут есть У нас тут есть Призы в молнии И также у нас есть Молочко И опять призы в молнии Так ладно Что у нас тут есть Firework to copy То есть скопировать Фейерверк Чтобы он выглядел Вот так То есть белая башка Крипера Давайте еще раз Посмотрим Я что-то если честно Не вижу Ну что-то да Белая башка Крипера Что у нас тут Спаун Крипер Ага То есть мы можем Призвать Крипера Замечательно И тут что у нас есть Скелеты Круто Ну знаете что Давайте в первую очередь Мы конечно же Сломаем дерево Потому что Это первый этап Выживания в Майнкрафте Как все в принципе Уже знают Ну все Вот я сломал И сейчас как обычно Мы сделаем себе Кирочку Хоть и самую простенькую Это у нас будет Деревянная кирка Мы тут давайте Сломаем вот это все Быстренько Потому что Вдруг тут что-то У нас спрячется Фиг его знает что Но Как я знаю Чтобы получить Башку Крипера Не башку Крипера А башку скелета Кто не знал Нужно чтобы скелета Убил Крипер То есть Если Крипер Как-то Каким-то способом Каким-то чудом Сможет убить Вот этого скелета Значит У нас получится башка Да ребята Мы сможем выбить Башку То есть Крипера мы можем Уже скинуть сюда Потому что он находится У нас Да вот там Сейчас нужно Каким-то образом Заспавнить Вот этого скелета Чтобы в принципе Произошел его Спавм Наверное Мы как обычно Построим тут Темную 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 Коробочку Давайте быстренько Это сделаем Если у нас конечно Вот это все Получится Вот сюда Вот это Ломаем Замечательно Сюда Сейчас Сюда 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 И вот Сюда Да нет Я сюда не могу поставить Потому что тут у нас Кнопочка Твою нафиг А куда мне Вот это поставить Чтобы он смог Заспавниться А если я вот сюда Допустим Поставлю Сюда И сюда Скелет Да Заспавнился Зараза Заспавнился Круто 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 Сейчас Сейчас нам нужно Сделать Какую-то схему Чтобы эти два Дружка Как-то Каким-то Образом Смогли Встретиться Если это мы поставим Допустим Вот сюда Поднимемся Так Сейчас нам нужно Сделать вот тут Выход Вот так Да Сейчас 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 Скелетончик Скелет Пожалуйста Будь нашим Дружком Подойди сюда Ударь меня Вот Иди сюда Иди сюда И падай 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 Давай Давай В яму Давай Давай Дружище Давай Сюда Иди сюда На тебе по ногам Костлявым Иди сюда Пожалуйста Что-то он какой-то Недружелюбный Как бы нам его Пнуть по заднице Чтобы он упал Туда Куда нам Нужно Давай 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 Во Молодец 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 Сейчас Сейчас Нам нужно Спустить сюда Крипера Вот так Крипер упал Сейчас Давайте прокопаем Вот тут Вот Убил 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 И башка Не выпала Потому что он Наверное Ее взорвал Зараза Ты конченная Ладно Попыточка Номер два Ну что Ребята Нам еще раз Нужно попытаться Как-то Это все Проделать Я-то Себя Взорвал Это до Жопы Но башка Почему-то Опять Не выпала Пожалуйста Пожалуйста Ну как там Ну убей ты его Вот Убил Убил Да Но опять Ничего не выпало Может я ошибаюсь Ребята Я походу знаю Почему это не работает Потому что Смотрите Что нам нужно сделать В первую очередь Нам нужно Зарядить Вот этого Крипера Вот так Замечательно Мы его зарядили Сейчас Не гори Пожалуйста Не сгорай Пожалуйста Оставься Живой Я тебя прошу Вот Замечательно Сейчас у нас Заряженный Крипер Который шандарахнет Как хрен Его знает Что Сейчас мы Ломаем Вот эту Перегородку Ну взрывайся Ты уже Вот так И Да Выпала башка Значит Я был прав Ребята Кто в меня Не верил На 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 Не 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 Потому что Все же Башка Выпадает Просто Я забыл То что Нужно Чтобы Крипер Был Заряжен Замечательно Сейчас Что нам Нужно В первую очередь Давайте сделаем Бумагу 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 Вот так Потому что Для Так А я забыл Одну вещичку Нам также Еще нужен Порох Я себе Сделал Деревянный Меч И сейчас Мы посмотрим Сколько пороха Мне сможет Выпасть Я надеюсь То что Много Лучше бы Ты не взрывался А Найдет Вот Убил я И порох Выпал Да Выпал Одна штучка Она Если честно Нужна Намного Больше Уже Три штучки Ну в принципе Давайте Знаете что Давайте Добудем Пять И мне кажется То что Этого Будет Достаточно Вот смотри Как я Добываю Как я Добываю Вот Еще один раз Три раза Отходим Возвращаемся Еще раз Стукаем И шесть Даже шесть У нас Замечательно Сейчас Что нам нужно Сделать В первую очередь Нам нужно Сделать Конечно же Печку Только сейчас Вопрос Как У нас нету Хм Дайте-ка мне Подумать Так Знаете что У нас же есть Ведро С молоком Молоком Мне кажется Не пригодится Поэтому мы можем Забрать тут Воду И разлить ее Допустим Вот тут Вот так И мы сделали Генератор В какой-то степени Булыжника Ну Круто Да Давайте-ка мы Еще раз Вот так Замечательно Сейчас Идем сюда И А я Я не смог Поднять Да Почему ты Не подбираешься Зараза Ты А Почему ты Не подбираешься Вот так Круто Я не понимаю Почему он Не подбирается А если мы Станем Да Храгареть А Пожалуйста Ну прекрати Ну пожалуйста Спасибо А если мы Станем Прям сюда Наверх Поднял Не поднял Да Твою ж Нафиг А как мне Тогда поднять Обычный блок Который я не могу Сломать Что это за хрень Что это за Эм Я если честно Не представляю А если вот так Круто Разлил я Короче Это полностью Потому что Если честно Запарился Вот Сейчас нормально Сейчас все ломается И чтобы Самое главное Чтобы тут было 8 булыжника Больше нам Если честно Не пригодится Сколько мы уже Да 6 7 8 Да Замечательно В принципе Как раз будет нормально Лучше бы я так сразу Уже сделал А просто-напросто Не парился По этому поводу Сейчас мы делаем Печку Замечательно И ставим ее Вот сюда Сейчас нам нужно Пережарить Кактус Для того чтобы Просто-напросто Сделать краситель Ну ставим палочки Да и все И подождем Вот так Замечательно Палочки забираем Сейчас нам нужно Сделать еще одну Каменную кирку Очень круто То что тут Осталось еще 3 блока Камня Потому что Она нам Если честно Очень даже Пригодится Вот делаем Вот так Еще палочки Палочки нам Тоже Если честно В данный момент Очень нужны Вот так Нет Не мотыгу А кирку Я сказал Вот так Замечательно И сейчас Ломаем Лапис Лазурит Который Находится У нас Под спавнером Скелета Сейчас мы Делаем Вот так И делаем Краситель Вот как-то Сейчас мы его Сделаем Да А именно Вот так Точнее Совмещаем Лапис И Совмещаем Зелен Зеленый Краситель И у нас Получается Сьян Дай То есть Какой-то Сьян Дай Краситель Потому что Он нам Именно и Нужен Как видите Тут у нас Есть Faith To Сьян И у нас Тут Сьян Это круто Это английское Название Поэтому Круто Сейчас нам Ребята Нужно Сделать Сам 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 Давайте Девай порох Вот так Порох И в принципе Вот так Как видите Это у нас Уже Фейерверк То есть Мы его уже Можем сделать В данный момент Сейчас нам Нужно Сделать Вот как видите Small Ball И Башка Башка Крипер Шейпед Сьян А нам Нужно White Я если честно Помню То что нам Нужно Как-то Сделать Белым А может А ну Сейчас Вот 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 Может С помощью Таким Способом То есть Вот Small Ball White И Шейпед Крипер Шейпед White То есть Замечательно Половидную Работу Мы уже Сделали Так Ну в принципе Давайте Скрафтим Вот этот Firework Star То есть Вот эту Звезду Замечательно Сейчас ее Совместим С этим Красителем Получится Да Creeper Шейпед White Fate To Sian Замечательно И сейчас Это бирюзовый Или какой-то И сейчас Ребята Нам нужно Сделать Сам Фейерверк Вот Так Круто Тень Так Давайте еще раз Посмотрим Flight Duration 1 Creeper Шейпед White И Fate To Sian Так Давайте Знаете Что Давайте еще раз Убежусь Лучше Flight Duration 1 Creeper Шейпед White Fate To Sian То есть Все нормально Давайте еще раз Постараемся Так же его Скрафтить Как я Делал Только что Вот так И вот Так Да 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 Мы прошли Эту карту Как видите Сейчас Вам в чат Пишут Точнее Не в чат А вообще На экране Поздравляшки Ты прошел Эту карту Да ребята Все таки Мы раскрыли Все секреты Ребята Я надеюсь Что вам Очень сильно Понравилась Эта карта Если вы хотите Продолжение Если вы хотите Больше Подобных Карт Да Что там Если вы хотите Вообще Больше Карт Больше Серий Все что вам Нужно Это поставить Лайк Я даю вам Слово Ребята Как только Мы наберем 1500 лайков Сразу же Выйдет Новая серия Чем быстрее Мы сможем Их набрать Тем быстрее Выйдет Новая серия Все что вам Нужно Это просто Поставить Лайк Ребята Если мы Все вместе Соберемся Поставим Лайк То новая серия Выйдет Через пару Часов Поэтому Каждый Подписчик Для меня Как друг Поэтому Я буду Очень сильно Рад Если вы Вступите В нашу Большую И дружную Семью Подписчиков Ребята Честное слово Вы прям Обрадуете Меня Очень сильно Поэтому Ох Даже фильм Ух ты Какой красивый Нафиг Круто Круто Поэтому Ребята Я прошу Потратить На меня Всего лишь Две секунды Одну Чтобы поставить Лайк И одну Чтобы подписаться На мой канал За эти две секунды Я выпущу Для вас Новое видео Как можно быстрее И так же Просто скажу Большую Очень спасибо Потому что Вы большие молодцы Так же Вы большие молодцы Если вы еще Продолжаете Сейчас меня Смотреть И слушать Потому что Вы досмотрели Видео до конца С чем я вас Поздравляю Потому что Не каждый сможет Досмотреть Видео до конца Многи перематывают Ноги выключают Если вы досмотрели Вы прям Красавцы Вот честно Такие красавцы Ребята Не расстраиваемся Видео все таки Заканчивается Но мы встретимся В следующем видео Когда оно выйдет Зависит только от вас Вам нужно всего лишь Поставить лайк Так же ребята Всегда приходите Смотреть мои новые видео Я всегда вас там жду Не стесняйтесь Приходите Я просто-напросто Буду рад Если вы посмотрите Мои новые видео Я еще раз вам скажу Большующее спасибо За просмотр Всем удачи И всем пока